Богатая жизнь. Тут, как никогда, уместна фраза проблем богатых. Дорогая косметика. Ну, примерная стоимость его того, что вы здесь видите, 30-40 тысяч рублей. Шоппинг. Тем временем, правда, стало дорожать. Я потратила 200 тысяч рублей на сумку. Все, спасибо большое. До встречи. Спасибо большое. До свидания. Концерты. Мы делаем слэп под следующий трек. Спасибо. Пафосные рестораны. Стерлица за 4 500. Но на самом деле это не самый большой счет, потому что, например, когда мы с друзьями встречаемся, иногда мы едим вот так. Блогерские мероприятия. Поаплодируйте тех, кто сегодня планирует заняться самым. Безумная трата денег и все это в сегодняшнем виде. Всем хай. Сегодня у нас с вами будет видео из категории «Что-то на богатом». Недавно у меня было настроение посмотреть всякие цивил-аккаунты. Я не знаю, как до самой лютой ночи я сидела и смотрела аккаунты всяких популярных цивил-блогеров. Ну, стрей. Нормально. И я заметила, что абсолютно у каждого этого блогера есть некоторый распорядок их. Фэнси супер богатый, о боже мой, жизни. Зависница. Ну и я подумала, решила, что сегодня я поживу жизнью богатого фэнси московского блогера. Вот. Подписывайтесь, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой инстаграм, потому что там нет богатой фэнси жизни. Но сегодня я покажу вам самую богатую фэнси жизни блогера, которую только можно представить. В конце видео посчитаем мои расходы за этот день. Я думаю, что у нас расходов будет тысяч, ну, на 200, на 300, на 400. Постараюсь уложить это до полумиллиона. Кстати, не иронично. Макароны, макароны с кетчупом, кетчупом, пастыри, пастыри, с перчиком, перчиком, ложку вправо и влево кушаем, кушаем. Пудра рядового фэнси и люкс вау блогера в инстаграме начинается с того, что нам показывают, как он отправляется завтрак. Ну, не в свою кухню, а, конечно же, в ресторан. Но перед тем, как он отправится в ресторан, мы в среднем видим с вами такую картину. Жизнь любого фэнси и блогера начинается с того, что нам показывают какую-нибудь красивую фарфоровую чашку, но... Блин. Что из этого выглядит наиболее богато? Ну, наверное, розовый лев? Подождите, ладно, у меня есть какая-то метеоритная чаша. Богато? Надеюсь. Ладно, речь была не про эту сцену, а про эту. Каждое мудро начинается с кофе, поэтому я наливаю себе кофе, прежде чем отправиться в ресторан. Блин, реально, вот мы не будем заниматься всей этой уборкой, ради того, чтобы одну-две сторис запилить, господи! Далее, перед тем, как отправиться в ресторан, конечно же, на какой-то очень дорогой машине. Нужно перекусить. Обычно в инстаграме нам показывают какой-нибудь авокадо-тост, но у меня же есть милпапс, жум-жум-жум-жум-жум-жум-жум. Поэтому пафосно-блогерски будем милпапс, как вкусно, ням-ням-ням. Ну-ка, ты сегодня тоже настроение архипапаса или что это такое? Ты почему здесь? Нет, это вообще как понимать? Ребята, смотрите, что у меня недавно появилось. Делаем распаковку. Я завела себе новую карту. О, боги, она просто суперкрасивая. Конечно же, красота ее не единственное преимущество. Их очень много. Тинькофф Блэк. Это лимитка в космическом дизайне от Лэйзи Сквер. Она суперкрасивая, экономит и даже зарабатывает на будущее. До 20% кэшбэка в кинотеатре через приложение Тинькофф. До 6% годовых каждый месяц. 1% выбранных категорий покупок по карте. Тут еще прикол в том, что кэшбэк, он приходит именно рублями. Вы можете с ними чего угодно делать. Хоть карты на карту, перекидывать хоть бокомат снимать. Кстати, еще до 20% кэшбэка вы получаете за покупки в Steam, PlayStation Store, Xbox и других игровых магазинах. 15% возвращаются за заказы, сделанные в Яндекс.Едии и Деливери Клаб. А 10% приходят назад за покупки в Google Play, Spotify, Apple Store и в самом Ютубе. Еще, что очень важно, что до 31 октября, если вы оформляете эту карту, то у вас будет ее обслуживание бесплатно навсегда. Макароны, макароны с кетчупом, кетчупом, пасты и пасты, и с перчиком, перчиком, ложку вправо и влево кушаем, кушаем. Конечно же, после легкого завтрака и потрясающего кофе нужно сделать себе макияж. Потому что в таком виде нельзя жить богатой жизнью. Я попросила у вас, чтобы мне присылали разных богатых макияжей. В целом, ну, у всех, скажем так, богатая тянь ассоциируется с чем-то, ну, покажу вам в процессе. Так как все-таки живем богатой жизнью, то и косметика должна быть у нас богатая. Наш макияж должен стоить не менее, ну, тысяч, сколько там, 40-50 в перерасчете на косметические средства, которые мы будем с вами использовать. Что здесь есть? Так, есть бенефит. Достаточно богато. Так, здесь у нас... О, хера. Херу можно использовать. Хера, это дорого. Хера класс. О, о, оооооо. Три года назад или три года назад снимала видео с проверкой косметики Шанель. У меня точно есть что-то еще от Шанель. Собираем потихоньку. Хойлайтер, пудра. Ребята, я нашла румяно Шанель. Ну, примерная стоимость его того, что вы здесь видите, 30-40 тысяч рублей. Богатая жизнь. В целом, то, что вы мне наприсылали, это очень один друг на друга похожий макияж. Буквально каждый образ из того, что я вижу в своем инстаграме в директе, это девушка, у которой достаточно плотным слоем нанесен тональный крем. У которой нюдового цвета тени достаточно темные, губы на тоже нюдовые. И также у нее, конечно же, коррекция лица совсем не на тот манер, как я делала по классике серии. Скулы побольше, губ побольше, я не знаю, там в палостичок тоже поярче, боже мой. Ну, делаем макияж, как мне кто-то написал, VIP. Блин, тон желтый. Я, я, почему он, он реально желтый? Этот тон очень дорого стоит. Да, я понимаю, что он у меня, типа, не первый день, и, возможно, он просрочился, но я первый раз вижу, чтобы реакция тональника, чтобы тон реально становился желтым. Я, какого хрена? Я просто... Да что произошло-то? Калинусь, у меня впервые такое. Что ж, попытка номер два. Надеюсь, другой поэнтитональник будет лучше. Ну, это было буквально самое дорогое из всего, что у меня есть. Ладно, тонно-треально спасает ситуацию. Сделала вот такие вот цвил-стрелочки, как у московской шальной львицы. Мне кажется, получилось классно. Сейчас мы добьем это все хайлайтером, потому что, ну, без сияния абсолютно никуда. Ммм, сделаем, я думаю, розовое золото. Видите, цивил-макияж тоже можно делать хорошо. Это для салонов. Продолжаем. Объективно, на тему макияжа, на тему салонов, реально, за все время, сколько меня красили, меня только два раза нормально накрасили. Первый раз, это когда у меня был яркий аниме-макияж, цвет аниме-флага. И второй раз, это вот недавно, когда был визажист Савита, который делал мне свадебный олол-макияж. Во всех остальных случаях из меня реально делают какую-то жесть. Ну, типа, я понимаю, что специфика такого макияжа, она все равно как бы возрослит лицо. Но, блин, ее же можно делать как бы секси. Ну, скажите мне, как это выглядит. Потому что мне это нравится. Я ставлю своему макияжу лайк. А вам как? Ну что, я выгляжу уже как богатая женщина. А мы сейчас с вами еще будем прическу делать. Если честно, та же самая помада, она просто высохла, впиталась, лежит теперь матовая и немножко темнее. Так выглядит моя прическа сейчас. Что самое прикольное, даже с этим макияжем уже выглядят как-то не так плохо. Я не похожа на бомжа-брыгана, потому что, знаете, макияж такой, конечно, денежный. На богатом. Лойка. Собственно, вот, сегодня у нас такая вот прическа сяо на фэнси, получается. Конечно же, духи. Духи в Сан-Лоранге, да. У меня есть более дорогие духи, Монтали Шейк, в лучших традициях. Но мне ленится за ними в туалете, а у меня духи в Сан-Лоранге. У меня есть туалетные освежители-палочки. Вот это, эта вещь. Суп-цель BTS. Кофе, который я не сделала, сама заказала, потому что богачка. Теперь самая сложная и самая интересная для фэнси часть это, а что бы мне вот надеть? Тут, как никогда, уместно фраза проблем богатых. Это можно сразу увозить, здесь все супер альтернативное. Хороших новостей. У меня совершенно точно есть брюки кожаные Dior, бодиумные. Стоили 10 тысяч евро. Насколько я помню, да, я вот так вот их зашила, потому что, ну, они немножко более мебельковатые. Короче, это богато. Не богато, не богато, не богато, не богато, не богато. Вот это очень богато. Это очень богато. Пиздец, как богато это платье стоит. Но его надеть я не хочу абсолютно точно, потому что он вечерний, а я иду, типа, не хочу платье. Не богато, не богато, не богато, алиэкспресс, 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 твое, биржка, алиэкспресс. А, вот, подождите, рыбачки от Armani, целых две. Так, ну, в целом, считаю, что выглядят достаточно неплохо. Для вида мы взяли часы. Здесь у меня есть колени, смотрите, богатство. Не знаю, какую сумку выбрать. Я, короче, взяла в итоге вот эту, потому что здесь прямо написано, что это и от чего. Верхняя одежда у меня есть два варианта. Вариант номер один. Ну, хозяй, мне кажется, первый был все-таки лучше. Хотя это выглядит как-то явно, типа, не люблю целую дороже. Но, по-моему, это все-таки сюда как-то получится. Давид, а выгляжу богатой. Что? Давид, вот у меня самая богатая. Ну, серьезно, я выгляжу как богачка. Десять богачек и десять. Я взяла твои часы. Вот эти. У нас тебя это точно богаче. Вот без них было не очень. А теперь двух с тобой. Все-таки сразу видно, да, что богачка. Не-не, все богат. Я просто, это, привык, что ты куда-то, поэтому не слышно. Макароны, макароны с кетчупом, кетчупом, пастыри, пастыри, с перчиком, перчиком. Ложку вправо и вилку влево. Кушаем, кушаем. Конечно же, богатые люди ездят на богатых машинах. Сказала своей подруге, пусть выбирает любое фенси место на ее вкус. Ну, что ж, посмотрим, что в ее понимании. Так, ну, как у нас первый, получается, сейчас завтрак, надо выбрать что-нибудь прикольное. Сразу посмотрим самое дорогое. Не знаю, что это, но звучит потрясающе. Что тогда интересно звучит? Не скажу, что это самый дорогой ресторан Москвы, но в целом цены, конечно, здесь для завтрака такие. Приятные. Ладно, большие достаточно. Конечно же, в фенси места ходят фенси девушки со своими собанями. Я тоже так иногда раньше делала. Похоже, что я заказала себе самый богатый салат за 900 рублей. Умей жить красиво. Буквально человек, который пришел, да, сказать вам богатый салат. Дайте, посмотрю, ваше богатое кольцо. Какое очарование. Приятно жить богато. Конечно же, мы обмениваемся светскими любезностями. Очень радостно, что это такое. Спасибо большое. Так, латы. Ну, выглядит на сколько, на 500 рублей, да? Я просто не боюсь, я живу богатой жизнью, не удивляйся. Я не сошла с ума. Поэтому хотела что-нибудь в фенси, да? Да. Попробуй. Так. Пахнет фенси. Да, фенс тоже очень. Нормально? Да. Отлично. Сейчас буду пробовать все салаты. Ой. В модных московских ресторанах теперь, когда вы заказываете салат, вам буквально принесет нарезку, и вы дальше-дальше занимаетесь тем, чем вы хотите заниматься. Я ржу на СМА. Ну, это ем. Норм. Сейчас мы будем тестировать салаты за 500 рублей. Вот так вот он выглядит, как пакет, только без риса. Слежок. Конечно же, в таких местах вам даже водичку нальют, так, как будто вам наливают какой-то другого формата напиток. И вот мы сидим, чокаемся водой за 550 рублей. А вот и первый счет, который сегодня у нас появился. Больше всего мне нравится вода за 550 рублей, но живем богато. Но на самом деле это не самый большой счет, потому что, например, когда мы с друзьями встречаемся, иногда мы едим вот так. Ну, конечно же, в фэнсе жизни очень важно, ну и что делать? Фотки. Поэтому у меня будет целых две съемки. Первая вот такая вот домашняя, когда выдалась немного свободного времени перед вечерним мероприятием. И вторая, которая я покажу вам дальше, профессиональная, на которую у меня ушло, ну, вот столько денег. Макароны, макароны с кетчупом, кетчупом, пастыри, пастыри, с перчиком, перчиком. Мушку вправо, влево влево кушаем, кушаем. Ну, конечно, какой же люкс-пафосный блогер без шоппинга, поэтому сегодня мы с вами управляемся в ГУМ и в ЦУМ. Ох, не знаю, сколько денег там будет оставлено, но посмотрим, короче, и посчитаем вместе все. Недавно я заказала себе снова суперэксклюзивный японский брелок, в этот раз на Такрепс Майки. И, конечно же, я пошла в мой любимый магазин в Праду, чтобы купить себе новую сумочку под мой новый брелок, который я очень сильно жду. Потому что, ну, это традиция уже. Хочется белую сумку под майки. Это у нас под киришину, это будет под майки. Ну, на самом деле, по стилю мне вот это нравится гораздо больше, но это, в принципе, больше по объему. И на зиму она гораздо удобнее, потому что таскает с собой кучу всего. Да, конечно, да. Пощу будет открывать. А, да, здесь, потому что вот так вот застежечка. Нет, это сейчас можно установить на все, так вот так, это просто. Короче, решение было принято в сторону от сумки. Угу. Все. Все, спасибо большое. До встречи. Спасибо большое. Да. Тем временем, правда, стало дорожать. Я потратила 200 тысяч рублей на сумку, чтобы купить под нее брелок и пенес майки. Так, часть номер один мы купили. Я как-то не нашла себе тренч, но зато я нашла себе. Очень приколдательные очки. Сейчас я пойду их заберу. Я не помню, что пока они стоят. Ну, или не заберу, потому что что-то я в актовнике до сих пор не уверена. Я их не купила, но если вам нравится, напишите, какие из них вам понравились больше всего. Очень понравились, как выглядят, но что-то вот на себе не очень. Спасибо большое. Здравствуйте. Вчера я видела в Инстаграме то, что вышла новая косметика от Валентины. Но у них никогда не было косметики. Поэтому сейчас пойдем купим все, что найдем от Валентина. Потом посмотрим, протестируем. Пока не знаю, во сколько это обойдется, но думаю, что тысяча пятьдесят минимум идет. Ну, сейчас посмотрим. Так, а вот и стойка Валентина. Сейчас будем подбирать. Сумочки. Прикольно. На самом деле, я думала сначала купить эту косметику для себя для обзора, но потом подумала, что мама Давида очень сильная фанатка Валентина, поэтому я решила сделать ей вот такой вот подарок. Но если косметика ей понравится, то тогда уже сделаю обзор. Косметика вышла на сорок четыре тысячи, и реально я подумала, что лучше я это сделаю человеку в подарок, чем просто потом выкинуть мне не зайдет. Здравствуйте. Короче, вот эта штука стоила восемнадцать тысяч, и помада от этой пудры оплачивалась отдельно. Ну, а это мама Давида со своими подарками. Показываю просто, чтобы вы знали, что я реально это все отдала в подарок. И да, это реально мама Давида. Она в свои пятьдесят лет имеет абсолютно такие же параметры, как у меня. Она очень худая, очень стройная. Да, и она ходит свои пятьдесят лет в шортах, и ей буква Ю вообще на все. Просто держу в курсе для тех, кто переживает, что ему двадцать пять, и ему не следует носить шорты. Второй день живу богатой папой с непотрясающей жизнью, и знаете, что сейчас будет? Скорее всего, меня будете очень сильно осуждать, но так или иначе, рано или поздно вы с этим столкнетесь, лучше я расскажу вам все сама. В общем, я подумала и решила, я два года как думала и решила, это пруф, что пора мне начать петь ртом. В целом, я как бы прекрасно понимаю, что кому-то зайдет, кому-то не зайдет. Но надеюсь, не будет глупым поводом для того, чтобы перестать уважать мое творчество на ютубе, если кому-то там не зайдет моя музыка. Хочу, чтобы через мои треки не просто какой-то булшит выливался из серии «Это моя тень, а это моя кисть», а что-то более глобальное, чтобы затрагивать какие-то важные проблемы, чтобы люди, слушая эту музыку, используя как мемы или, возможно, снимая под нее треки в ТикТоке, они задумывались о том, о чем я там говорю. Они просто «Это терлер, а это кисть!» «Ой, мне пришло кофе, я заказала себе старбакс!» «Мы богатые люди, мы сами себе кофе не варим, мы заказываем его из старбакса». Я взяла себе вот такие вот роллы, здесь у нас курочка и блю-чиз, а здесь у нас кофе со вкусом тыквы пряный. Я не знаю, что случилось с старбаксом, почему именно в этом году они делают очень много сиропа. Я не знаю, какой старбакс не захожу, прям без дела. Знаете, такое ощущение, как будто ты пьешь молоко с сиропом, с вкусом кофе, а не кофе, с вкусом сиропа. Знаете, о чем я все время думаю? Дело еще также в том, что мы все с вами живые организмы, и мы все с вами живые организмы, мы не знаем, когда мы кончимся. Каждый из нас может, ну, мы можем все в любой момент. Я могу сейчас пить этот кофе, который мне только что пришел подавиться, и все, никакой моей мечте, никакой моей цели не будет суждено осуществиться, просто потому что я не знаю, когда это все произойдет. Поэтому, если я хочу петь, если я хочу открыть салон, почему бы у меня просто не взять это и не сделать? Я же никогда не знаю, что у меня получится, а что не получится. Поэтому каждый раз, когда, вы знаете, у меня есть какая-то мысль, но я понимаю, что эта мысль не касается, там, меня напрямую серии пойти купить пудру, да, а когда это касается кого-то другого, я очень долго об этом думаю. И если я понимаю, что эта мысль не отпускает меня достаточно долго, тогда я действую. И даже если у меня что-то не очень хорошо получается, я хочу довести это все до идеала, чтобы это получилось. Но ни в коем случае не ограничься от себя, потому что какая разница, поддержат меня, не поддержат. Я точно знаю, что ни один мой друг меня не поддержит. Все поржут. То есть, да, даже люди, которые я очень сильно люблю, скорее всего, будут просто улыбаться, потому что они знают, как я пою. Никак. У меня сорванный голос, и я буду над этим работать. Когда я рассказала об этом Давиду, он тоже такой, типа, ну, хорошо. Вот. Мой менеджер тоже такой, а, 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 а. И, короче, поддержки примерно ноль. А для меня это важно. И я уже два года об этом думаю. И, наконец-то, я созрела. И я хочу попробовать, а почему нет? И вы попробуйте, если вы что-то хотите, а почему нет? Так выглядит мой сегодняшний look of the day. Мещанскую натуру выдает Бакуга, малыш Бакуга на моей сумке, Валентина. Ну, в целом, мне кажется, похоже на то, что, ну, я не знаю, какой вайф вы здесь видите. Я вижу, он на себя определенный вайф, но... Напишите, что вы думаете про этот лук. Что ж, я приехала на студию, сейчас нас встретят, пойдем вместе с вами, все, найдем, все, послушаем, посмотрим. Я просто дико ору. Понимаешь, мы обсуждали эту тему, вообще, по-моему, три года назад с тобой. Я параллельно буду снимать влог, чтобы люди были готовы. Боже мой, я не могу. Как у вас здесь потрясающе. Ты понимаешь степень сериализма, что я тебе написала в тот момент, когда вы переехали. Да. То есть здесь ремонт только не закончился, я такая пишу, Юля, Юля, все, все, работаем. Что случилось, я вчера купила последние плагины. Балдежь. Вот, давай показываете, пошла вот здесь. Все, мне нужно задать тебе вопрос, чтобы быть готовой. Так. А потом мы начали обсуждать очень много моментов по поводу моей музыки будущей, как я ее слышу, что я хочу делать, как я хочу петь, стили, жанры. Короче, мы просто очень долго общались на всю эту тему, потом пошли к звуковику, который пишет музыку. То есть все это обсуждалось очень долго, суммарно, я, наверное, там часа 4-5 пробыла, и все это время мы потратили на обсуждение. Вот. Но потом я к вам вернусь с дальнейшим апдейтом, когда мне будет уже что вам показать или, ну, хотя бы отдать послушать. Едем обедать. Конечно же, мы едем в Москву-Сити, куда еще, и в этот раз я еду за рулем мое, и машины. Вот. И сейчас мы будем подниматься с вами вот туда, вот на самый-самый верх, в один из самых дорогих ресторанов в Москве, самых пафосных, которые вы, скорее всего, видели очень часто в историях блогеров. Мы идем вот туда вот, поднимаемся. Конечно же, в таких местах есть дресс-код, пойдем над соблюдать. Фэнси, 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 фэнси. Ну да. Как бы, ребят, пришли сегодня в такое место. Богатое. Так, давайте пройдемся по меню, посмотрим, что мы сегодня с вами будем есть. Вот Лиана сказала, что она хочет есть устрицы. Не то, чтобы я могу ей в этом как-то не посодействовать. Что будем есть с вами мы? Здесь то, что подкопченые олени, это явно не контент моего канала. Стерлица за 4,500. Ну, господи, что бы вы есть? Что за чай у тебя? У меня тут каёжные травы, и я туда петушка, который здесь, например, там, положила. А я разбавила в чае, и это вообще огонь. Особенно в сочетании. Попробуй. Наверное, вкусно. Мне для начала, пожалуйста, принесите просто американу без всего. А по идее, мы сейчас определяемся. Можно нам второе меню, пожалуйста, чтобы нам было удобнее? Спасибо большое. Ставлю обслуживание ноль. Блин, выглядит очень прикольно, реально. Сама придумала, мне кажется, что можно предлагать это делать гостям. Итак, обзор на еду. Борщ. Борщ. Сколько стоил твой борщ с пампушкой и салом? Хотел, чтобы не пиздеть. И тот 70 рублей. Считаю, что это мало. Ну, типа, это обычная цена в уходном магазине, в ресторане. Это правда. Но, в принципе, учитывая, что я там пушки, она такая куча сметаны, вот эта вот штука. И выглядит секси. Вот. А это моя говядина томлённая в вине с 970 рублей. Короче, по поводу моих событий, о которых я говорила, сейчас я сделаю кусь этого говядина томлённой вине. Потрясающе, надеюсь. Ну, живёте вкусно. Скажем так, я готова вкуснее подобное блюдо, но это есть можно. Ну, ладно. Почему-то захотелось мясо, хотя никогда не ем мясо. Я сегодня ездила на студию, где я пишу треки. Господи, ору. Я когда узнала курсу новостей, такая, что ещё происходит. Я хочу всё знать. Как ты вообще не была? Вот ты решила, почему написать трек? И что дальше? Твои действия какие были? Ну, тут тема в том, что я общалась с девушкой, Юля зовут. Да. Ещё 2-3 года назад, до того, как началась вся фигня самоизоляции, мы когда с ней виделись, она занимается тем, что она, ну, не то, что продюсирует, она как раз-таки занимается, блин, я не знаю, ну, короче, музыкальной работой, вот это вот сей, со всеми популярными нынче исполнителями. Она мне ещё тогда говорила, типа, давай песни петь. И я такая, блин, Юля, ну, какие песни мы будем петь, и посмотри на меня, и посмотри, какие песни, и может этот рот разрыгать. Короче, очень долго я, ну, не хотела, но я эту мысль вынашивала. И до дня... То есть, это же, это же, это же, это же, это же, что вы нашли. То есть, что-то я должна быть полезна, да, как эженский организм. Я подумала, что я, наверное, готова петь. И сегодня вот мы, получается, встречались с ней, с музыкальным саундрайтером, кто пишет музыку, со всеми этими ребятами. И я просто хочу тебе немножко пожаловаться, потому что я очень сильно боюсь, и я просто ссу. Если боишься, значит, засебись. Ты редко чего-то боишься, значит, это надо делать. Я просто боюсь, что я построюсь, сделаю плохо. Хотя я понимаю, что я буквально буду работать с лучшими в своей индустрии, но я все равно очень сильно боюсь. И мне кажется, что я просто, ну, смогу сделать плохо. А что самое страшное будет, если ты сделаешь плохо? Мне вопрос, за что будет? Потеряю к себе уважение. Потеряю к себе уважение, да. Слушай, ну, миллион людей делают плохо, по мнению, там, людей, которые шарят. А в общество это заходит. Ну, то есть, главное, чтобы ты получаешь удовольствие, чтобы тебе понравилось. Если тебе понравилось, если тебе понравилось, почему ты потеряешь себе уважение? Если мне не понравилось, я ничего не буду выпускать. Я так сказала, что я или сделаю, ну, в моем понимании, круто, или я вообще ничего не буду делать. Ты же делаешь макияж, который нравится тебе, и кому-то он не нравится. Но тебе же кофе, кофе. Ну, так же. Ты сделаешь песню, которая нравится тебе, не понравится другим, и у нас страшно. Ладно, спасибо большое. Получается. Вот мне, наоборот, потому что тебе страшно, это, наоборот, очень клево. Особенно, когда ты еще на то, что ты очень редко чего-то боишься. Знаешь, тебя что-то клевое ждет. Ну, блин, я очень надеюсь. Какая красота. А это у нас без трогового получается. Что, попробовать? Да, дегустируй. На самом деле, больше такой большой, что мне кажется, я уже не хочу без трогового. Ну, раз его можно принести, я попробую. Что, как? Очень вкусно. Очень хорошо, да. Солененько, как я люблю. И чипс. Imagine, что это такое? Лена говорит, это картошка с картофельными дольками. Очень похоже, очень. Правой. Так, а это у нас... Не знаю, что это вкусно. Это карамельный мусс. Ты не слушала его? Нет. Это карамельный мусс и карамелизированный персик. А это ловаревое мороженое? Ого, на самом деле это пюре и картошка. Это очень вкусно. Пошу, попробуй. Сейчас попробую. Хорошо тебе. А потом произошло то, чего я вообще не ожидала. Но, типа, Лена заказала мне торт. Типа, у меня дере, но у меня не дере. И я вообще такая... А что происходит? Загадывай, Ладья. Какой момент времени ты решила, что я делаю? Я видела в ТикТоке видос, типа, что мы с другом пранкуем друг друга и неожиданно говорим каждому в разных заведениях, что у кого-то из нас день рождения. И я такая, о, какие клевые пранки. Нам такие нужны. Подъешь. Господи, я сегодня на таком стрессе была. И Лена с этими дурацкими тортиками просто лучше. Потому что теперь я просто не могу ни о чем думать. Я угораю от ума с этого торта. А вот счет, который у нас получился. Покушали на двоих. Ну, что сказать, уже глубокая темнота. Мы попрощались с Леной, и теперь я еду на студию. Ой, ну, на радио. Ребят, мы пошли на новое радио. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, новое радио. Я первый раз на радио. Блин, это очень интересно. Я закончил журфак, получается, МГУ. Но я на радио никогда не была. На телевидении была там. Везде была, но на радио нет. Потому что, когда я пришла на вкусит, у нас же там проходили вот эти всевозможные кастинги. И мне сказали, что у тебя отстойный голос. У тебя? Да, у меня. И меня не взяли ни на радио, потому что сказали, что у меня отстойный голос, и мне нужно курить. Вот, чтобы осажать. Жестче было. Здесь я нашел. Подкаст для радио уже снят. Поэтому, если вам интересно, можете его посмотреть. Мы там очень много о чем говорили. В целом было суперчелово, но я очень сильно переживала. Потому что, вы знаете, это очень необычные ощущения были. Именно в радиоформате что-то записывать. Потому что тебе на голову надеваются наушники, и ты перестаешь себя всячески слышать. И твой голос звучит абсолютно иначе с задержкой. Поэтому я очень лажала много. И несла всякую ерунду. У меня было много слов паразитов. Но мне кажется, все равно вышло интересно. Короче, стрессово. Макароны, макароны с кетчупом, кетчупом, пастырия, пастырия. С перчиком, перчиком. Машку вправо, влево, влево кушаем, кушаем. Ой. Мне пришла рассылка. Я ее еще не смотрела. Но богатые блогеры обычно часто получают рассылки. Поэтому это неотъемлемая часть нашего видео. Здесь у нас вот такая вот сумочка. Внутри косметика. Здесь у нас получаются новые тональные кремы. Новая-то уж такую я не видела. Так что такая вот рассылочка, девочки, мальчики. Приводим себя дальше в богатый вид. Сегодня у нас блогерская пати. Поэтому на блогерскую пати будем собираться как богачка. Сегодняшняя блогерская пати, она в стиле, знаете, вот школы. Типа вайб американская пафосная школа. Поэтому мы туда пойдем как американская мега-архипафосная чика. Оф, ты должна быть богатой школьницей, но ты... Не иронично, я хотела делать образ американской школьницы. Я задала образ в инстаграме, типа, а какую школьницу мы не знаем делать, японскую или американ герл. И ну как бы очевидно, да? Над, мы пришли на пафосное мероприятие. Как тебе пафосное мероприятие? Нет, спасибо. Вот я ем картошку. Уронила картошку. Ляна, ну вкусно. Ну, в целом, блогерские мероприятия по-какому так. Я не знаю, что это добавить. Я, кстати, в итоге. Ляна говорит, что картошка вкусная. В мероприятии в мире американской школы. Поаплодируйте тех, кто сегодня планирует заняться... Ладно. Что вы думаете на тему этого всего? Потихоньку усваивать основные правила. Я понимаю, что... Внимательно слушайте, я буду задать вопрос. Так, первое... Ляна, что там написано? Он кричит... Говорю, написано же, маструбать. Кто отношений должен покупать как инцептив? Парень или по девушке? Девушка! Очень важно, чтобы за этим всем следили... Следил каждый человек. И по мне так... Я понимаю, что... Ладно, достаточно блогерских мероприятий. Сегодня целый день у меня огромная съемка в нескольких косплей-образах. Меня сейчас красит моя знакомая косплей-визажистка. Заодно заценит сейчас ее скилл. И у нас, короче, на макияж на три образа выделены только по одному часу. Давайте посмотрим, получится ли нет в нем и накрасить. Я пока максимально могу стараться отбрать, потому что однажды я пробовала сделать это сама, и у меня получился адов кринж. Сразу видно, вот когда человек хорошо работает. Не то, что все ваши вонючие салоны. Такая вот техника макияжа, ребят. Реально выглядишь как больной ублюдок, а не как чел, который хочет выглядеть как больной ублюдок, но по факту он выглядит как фэнси. Скажите, пожалуйста, а вы работаете с обычными людьми, или вы только там с сельбрунами, там, со всякими? Не важно. Абсолютно не важно. Мы там рыдали в доме. Я работала. Почему не давали нам поплавать? Ох, жесть! Обычно на коспле я крашусь сама, но в этот раз мы решили, что так будет прикольнее, ну и плюс это для меня тоже интересный экспириенс. На самом деле, вот вам такой реальный отличный лайфхак. Если вы на самом деле хотите, чтобы мы сделали нормальный макияж, образ, и не сидеть там по 12 часов на каких-нибудь кривых стрелках, то ищите себе косплей визажиста, потому что косплей визажисты работают очень быстро, очень качественно, и они буквально знают, что нужно делать, чтобы не состарить лицо и не превратиться в свои 15-летнюю женщину Акай Эпюхтана. Чем грешит огромное количество обыкновенных визажистов, которые работают в тех же самых салонах, потому что у них нет цели сохранить, ну, скажем так, ваши черты лица. У них есть цель просто сделать вам коммерческий макияж по шаблону, к которому они привыкли, в отличие от косплея визажистов, которые буквально учитывают личностные черты лица и доводят их буквально или до идеала, ну или полностью перекраивают под определенного персонажа. Это, типа, не реклама, просто имейте в виду. Мы сделали три образа, дальше я вам их покажу, но просто imagine, что на абсолютно каждый образ, с учетом его снятия и полной переделки, так как тут буквально три разных абсолютно персонажа, у нас ушло всего три часа. Так, из-за чего образа нужно распороть рубашку? Я не против. Болоску держась. Блин, у меня, конечно, зимитная, очень похоже на макета, даже на мужскую версию. Как-то че-то персонаж прям вот зашел. Давай, да нафиг это все снимаем. Так, все, это мракобесие с берем заканчивается. А теперь тусовка. Сейчас вечер, и вечером обычно блогеры идут или тусоваться, или на какие-то концерты, поэтому сегодня я иду с моими друзьями на концерт Френдзоны. Я дружу с моей Бэйби, мы даже снимали совместное видео, поэтому очень удачно получилось. Покажу вам немного фрагмента с ее сольного концерта, который был в Москве. А теперь мы на концерте. Ничего не видно, но мы делаем слэм. Мы делаем слэм под следующий трек. Мы делаем! Считаю, что название напитков на баре выглядит потрясающе. Давайте сделаем вид, что этого не было. Блин, они подарили очки. Это топ! Это лучшее, что я видела! Мне нужна! Я хочу передать привет всем моим хейтерам. После концерта мы пошли в гримерку «Звезд». Это обзор на вечерний люкс-обед. Карина, расскажи, пожалуйста, о своем очень дорогом люкс-бутерброде. Ну, диетически, без хлеба. Отличный, отличный бутерброд. Пожалуйста, продегустируй. Ммм, ямею. После концерта меня кто-то откорябал, отмусил. Я не знаю, что со мной. Ребят, командир. У меня хигао. Обзор Моникюра «Звезд». Посмотрите на ногти. Какая красота. Это богема? Красота. Вот этот мне нравится больше всего. Да, суперсекс. Делаем обзор на руки всех халв встречаем. Обзор на руки Лианы. Посмотрите, пожалуйста, что это за корейское великолепие. Блески. Продолжаем делать обзор на ногти. Боже мой, посмотрите на этого человека. Вот он он, вот тот самый мужчина с накрашенными ноготками. Вот он, летсплейщик. Вот же мой. А это очень удобно. Да. Очень красиво. А потом ко мне приехала пятница. Вот, ребята, приехала пятница. Будем делать очень крутой выпуск. Папа Знакица, дайте, пожалуйста, интервью. Теперь мы добрались до уровня телевидения. Это очень смешно. На самом деле, маленький кринж-момент. Я в начале видео думала, сейчас я сниму такую сарказм, пародию, иронию, как я это очень люблю делать, на типа инстаций вильных блогеров. А потом я поняла, а я же буквально так живу. То есть здесь нет никакой кринж-выдомки. Я буквально просто, наверное, впервые показала, как я обычно живу. И в целом моя жизнь выглядит так. Просто я не особо часто это все вам показываю. Потому что для меня это, ну, типа, есть и есть. Но кто-то это демонстрирует. И теперь я чувствую себя даже немножко тупо. Но зато вы теперь хотя бы знаете, как выглядит моя жизнь за кадром в целом. Единственное, что в этом видео я вам не показываю, это то, что я делаю обычно. То есть монтирую по целыми днями, снимаю целыми днями. Вот, но это единственное, что отличается в этом видео. Я не знаю, где что и думать это ужасно. Дела. Кому не лень посчитать, сколько у нас получилось по бюджету. Потому что я вообще, imagine, сколько потратилась на это все. А я, пожалуй, пойду посмотрю дальше другие видосы на ютубе. Чего и вам желаю. Люблю вас. Целую. У нас сегодня день свадьбы. Оцени, свадебный макияж мой. Блестячий. Это что значит? Это все, что я могу сказать. То есть ты хочешь сказать, что тебе не нравится мой макияж свадебный? Махач.